Добрый день в студии Олег Ерофеев это вакцина на карте наш цикл передач о том как с пандемией справляются в разных странах мира как проходит процесс вакцинации каким вакцинам отдают предпочтение какие условия карантина и как их соблюдают сравниваем ситуацию с тем что происходит имеет место в литве и в других странах и сегодня мы отправимся в армению в этом нам поможет наша коллега ревикса океана президент фактор тв а также поговорим с вице-министром иностранных дел литвы мандасом однобенно сама напомню что на этой неделе глава медлитвы габрилию сландсберге с и делегациями до отправились с визитом в страны южного кавказа грузию армению азербайджан поговорим о целях этого визита также в контексте пандемической или эпидемиологической ситуации в этих странах а я сейчас я здоровую с моей коллегой ревика соокеана президента фактор тв добрый день ревик вы знаете я посмотрел перед началом нашего разговора как обычно это делается либо в википедии либо в других источниках почитал об армении сравнил с литвой увидел что наши страны в чем-то похоже по крайней мере по количеству населения почти три миллиона у вас около трех миллионов у нас ну вот только что море у вас нет а у нас горы и тем интереснее наверное будет сравнить какая ситуация сложилась эпидемиологическая пандемическая в армении что сейчас можно сказать о вот количестве заболевших заболеваемости в вашей стране к сожалению у нас ситуация с повидом непростая сейчас на сегодняшний день я оглашу самые последние данные у нас было пятьсот тридцать шесть случаев и двадцать один случай смерти это достаточно высокая цифра для армении у которой как вы заметили население меньше чем три миллиона я бы хотела отметить что ситуация с ковидом у нас начало ухудшаться именно начиная с прошлого октября когда как известно начались войны действия и период войны как бы всем было не до ковида и вот именно в этот период заболеваемость уровень заболеваемости начал расти до двух тысяч кейсов сзади и смертность тоже потом уже начиная с марта чуть-чуть вот заболеваемость начала снизиться до тысячи кейсов это уже был как бы была третья волна заболеваемости и этому повлияли также повлияла также политическая ситуация армении так как демонстрации были поствойный период и что интересно демонстрации были организованы как стороны со стороны оппозиции так и со стороны властей но естественно что во время этих мероприятий очень много народу накапливалось и это естественно создавало дополнительные риски и я бы хотела отметить что сейчас мы находимся в карантинном режиме но опять таки начиная с периода военных действий как бы меры и санкции там штрафы начали соблюдаться более как бы непоследовательным и сейчас например на улицах еревана сейчас у нас прекрасная погода вы можете увидеть множество людей гуляющих в парках на улицах и к сожалению большинство из них без масок не может не носят маски и в кафе в ресторанах полно людей и это естественно создает очень много рисков для увеличения вот заболеваемости если например пару дней назад здесь были наши коллеги из разных стран они были удивлены увидев столько народа на улицах без масок и они сказали такое впечатление как будто у вас нету ковида но к сожалению у нас есть и случаи заболеваемости достаточно высоких как я уже представила вам некоторые данные скажите пожалуйста ревик вот вы упомянули что на улицах на открытом воздухе люди обычно ходят без маски но есть какое-то предписание все-таки на улице маски носителей разрешено находиться без них нет конечно же она есть просто как бы она сейчас не так жестко соблюдается она есть никто не отменял и по социально ответственность это зависит от социальной ответственности каждого гражданина но как я уже отметила вот период а до войны конечно это соблюдалось более так последовательно а сейчас после войны как-то я не знаю почему но чуть-чуть как бы расслабились и может быть есть общественностью населения как бы есть такие проблемы по сравнению с которыми вот считается угроза ковида не второстепенной но естественно это очень неправильно но с другой стороны можно прямо сказать что конечно война это проблема которая гораздо серьезнее и в этом плане наверное объяснимо поведение людей но карантин насколько я знаю у вас действует до 11 июля если не ошибаюсь и и сейчас судя по вашим словам просто люди как бы устали что ли наверное от этих так получается от этих мер ограничительных вы знаете они с одной стороны естественно устали но с другой стороны когда вы если следили за событиями внутри политическими событиями в армении как я уже отметила и оппозиция организовывала демонстрации митинги и что интересно и правительство тоже допустим премьер-министр тоже да и когда люди видят что власти вызывают там или политические деятели призывают там пойти на митинги и демонстрации и когда нужно начинать более так скептически относиться к рискам заражения то что конечно же соблюдать все те меры которые в эпидемиологические которые обычно требуют наличие некой дистанции между людьми когда есть определенное скопление это действительно сложно но скажите а как сам режим потому что у вас перед этим был если не ошибаюсь режим чрезвычайного положения которые потом заменили карантин как это повлияло и повлияло ли на экономику армении наверное тоже какие-то кафе и рестораны закрывались другие отрасли экономики возможно страдали ну естественно это повлияло на экономику также каких других странах например когда начиная с 16 марта прошлого года был объявлен тотальный локдаун там почти полтора месяца после этого поэтапно уже были открыты рестораны и кафе естественно это повлияло на экономику точных цифр я сейчас к сожалению не смогу предъявить потому что они разные по разным оценкам разных экспертов но с учетом того что после этого сразу же начались военные действия естественно ущерб экономики был нанесен гораздо больший вот естественно в итоге конечно пострадала экономика у вас выборы намечены на 20 июня и насколько я понимаю тоже главным фактором который будет на них влиять это конечно война война и отставка премьера которая недавно вот была имела место надо такая больше формальная насколько можно понять но тем не менее если в других странах день ситуация была более скажем так стабильной не было каких-то военных действий проходили выборы парламентские в том числе и в литве такое было то мы замечали что эпидемиологическая ситуация это как правительство справляются с заболеваемостью заметно влияло на результаты выборов у вас можно делать такие предположения или все-таки как вы уже отмечали не раз вот именно эта ситуация с карабахом она гораздо больше влияние имеет на исход может иметь на исход выборов чем вот пандемические эти аспекты вы знаете если бы вот эти выборы про прайс ходили бы допустим год тому назад или за месяц до начала военных действий конечно аспект вот с коронавирусом он бы имел бы первоначальное место потому что конечно была огромная критика насчет того как власти борется с коронавирусом какие шаги предпринимают что делают для того чтобы чтобы поддержать бизнесменов малый бизнес и так далее но с учетом того как принципе закончились военные действия как война закончилась для армянской стороны естественно вот этот вопрос вопрос карабаха сейчас является конечно наиважнейшим который я думаю что повлияет на исход на отношения людей и на их выбор а скажите аривика какая сейчас ситуация с вакцинацией сколько вот вакцин есть как население относится к этому вакцинация у нас началась началась с 13 апреля в ереване а с 14 уже в регионах она стартовала я сейчас попытаюсь вам сказать предоставить последние данные вот по данным 30 апреля у нас в армении было вакцинировано три тысячи четырехсот восемьдесят три человека конечно это очень низкий уровень это очень мало если сопоставить вот по данным с другими странами например год грузии больше чем сорок один тысяч вакцинации было сейчас у нас есть вакцины в наличии астрозенека и спутник в ну с учетом того что процесс начался сравнительно недавно я очень надеюсь что уровень будет расти я могу сказать об отношении людей к вакцинации судя по тому по нескольким блокскопом которые мы сделали на улицах еревана и в некоторых регионах естественно в регионах как бы больше люди с опасением относятся к вакцинации в городе ереване как бы более так люди готовы идти на вакцинацию но есть какое-то отношение предвзятое к астрозенека да это связано с этими случаями общеизвестными у нас намечается насколько я знаю будут новые а спутник в да вакцина спутник в российская сторона предоставить новый значит порядка миллиона и в общем то все а вот вы сказали об отношении населения что в регионах в провинции скажем так больше какого-то скепсиса по сравнению с городским населением населением городов во многих странах что касается вакцинации и отношения к вакцинам проводились или проводятся такие целые программы разъяснительные да если можно так их охарактеризовать работа с населением которому пытаются объяснить рассказать что ну вот этот скепсис он здесь излишен что вакцина это все-таки тот путь который поможет нам вернуться к нормальной обычной жизни в армении тоже есть такие программы власть как-то ведет какую-то работу просветительскую в этом плане я видел что у вас исполняющие обязанности вице-премьера вроде бы прививался астразенекой да 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 я буквально на днях это произошло конечно будет ведется программа но опять таки вы знаете на сегодняшний день паблик медиа адженда она все-таки опять все время вокруг постсвоенной ситуации вы знаете что у нас есть военнопленные до сих пор и как бы все внимание населения более нацелено на это и как бы ведется программа но наверное недостаточно эффективно если какие-то у правительства планы скажем по достижению коллективного иммунитета что вот к такому-то числу к такому-то месяцу мы планируем там порядка 60 70 процентов привить и в результате будут будет достигнут коллективный иммунитет я надеюсь что есть но лично я если честно не в курсе я сама лично не слышала такое объявление со стороны властей что же я благодарю вас за то что вы нашли время связали с нами рассказали о ситуации в армении напомню вы смотрите цикл передачи вакцина на карте где мы сравниваем ситуацию эпидемиологическую пандемическую ситуацию с вакцинацией с разными странами мира о том что происходит у нас мы примерно конечно же непримерно хорошо знаем вот как происходит этот процесс там где нет таких централизованных поставок вакцин как в евросоюзе мы уже говорили о грузии ситуации в грузии сегодня говорим о ситуации в армении я благодарю вас еще раз ревик напомню моя коллега президент фактор тв ревикса океан рассказала нам о том как ситуация с пандемией с карантином с коронавирусом развивается в армении спасибо сейчас переключаемся на другую тему точнее тему ту же но напомню что в на этой неделе в эти дни проходит визиты министра иностранных дел литвы габрилия салансбергеса и делегации мид в страны южного кавказа это грузия армения азербайджан сегодня делегация находится в азербайджане а мы связываемся с вице-министром иностранных дел литвы мантасом адаменосом добрый день господин адаменос добрый день воспользуюсь все-таки случаем хотя тема конечно вот ситуация о которой мы уже говорили в армении в других странах южного кавказа но все-таки пока делегация находилась и находится там вот мы узнали о высылке дипломатов наших литовских из москвы об этом списке недружественных стран которые объявлено что он будет но пока он не появился как бы вы вот оценили сложившуюся эту ситуацию в отношениях между литвой и россией может быть между литвой европейским союзом ну тут очень много что оценивать не незачем так как по моему мыслящим людям это все довольно ясно и как бы на лицо объявлять страны недружественными из из-за того что они выслали дипломатов потому что разведчики россии взрывали склады в суверенном суверенном государстве евросоюза и нато как и погибали люди взрывали эти склады потому что что оттуда могли бы поставляться оружие в украину которую тот же кремль как бы начал захватывать ну поэтому по моему это повод для поговорки тот тот который который бьет тот громче всех и кричит так что тут по моему это только было это надо было и ожидать что будет будет акция солидарности литва выслала двух людей которые под предлогом статуса дипломата занимались совсем не дипломатическими не дипломатической деятельностью так что это по моему только показывает что россия до сих пор не не может принять последствия своих преступных действий и возвращаясь теперь к визиту в страны южного кавказа грузия армения азербайджан вот время визита его значение сейчас в чем то есть ведь это же были планы которые готовились но мне не не вчера да то есть планировался визит гораздо раньше как бы можно было сейчас охарактеризовать да это региональный визит то есть все три страны южного кавказа и члены восточного партнерства посещаются министрами делегации литовского мида и конечно это было запланировано гораздо раньше но как оказалось что именно теперь это это нужда в таком визите выросла только выросла и разным поводом то есть решение или возможность решения пульсового кризиса в грузии возникла и по моему этот визит послужит тому чтобы подтвердить подтвердить намеренность намерения европейского союза медиировать именно разрешение парламентарного кризиса армения и азербайджан состоятся в таком довольно нелегком послевоенном положении и к тому же объявились перед раньше чем намеренные выборы в армении так что так что во всех странах очень такие довольно актуальные острые вопросы и и литва именно идет с вестью про то что европейский союз и страны европейского союза такие как литва могут и желают помочь более глубокой интеграции в развитии формата восточного партнерства и в помощь демократизации развития правовых механизмов реформ особенно в армении грузии еще одна тема которая упоминалась в контексте разговора о визите делегации нашего мида в страны южного кавказа это именно эпидемиологическая ситуация какая-то помощь или посредничество в доставке вакцин как вы удалось ли договориться и какие потребности скажем так увидели в этих странах вот именно когда мы ведем речь о коронавирусе о вакцинации вакцинах именно литва и инициировала еще несколько месяцев тому назад письмо 13 государства европейского союза комиссару по соседству вархелю про то что европейский союз должен более активно рассматривать страны восточного партнерства между которыми все три государства южного кавказа помочь им бороться с коронавирусом и частью порядка дня этой делегации это опять же сект файдинг как это выяснение фактов про состояние помощи европейского союза поставляются ли там туда нужные инфраструктура аппараты холодильники которые будут нужны когда когда пойдут именно вакцины из европейского союза поэтому поэтому по этой программе помощи и да и мы как говорили со всеми странами именно про какой теперь ситуация как происходит вакцинация какие какие касается ожидания и страхи населения опасения населения так что этот вопрос был очень высоко на на порядке дня и литва будет делать все что в силах чтобы эта помощь борьбы с коронавирусом достигла эти страны с южного кавказа можно скорее и чтобы они именно получили помощь от европейского союза недавняя цифра звучала по моему около миллиона доз вакцин которые могут пойти в первую очередь для медиков для медперсонала если не ошибаюсь из европейского союза для стран восточного партнерства да именно про такие цифры теперь идет речь ну конечно нужно иметь ввиду то что в июле а может быть еще и раньше если все доставки будут идти по плану в ряде европейских стран может быть именно пересыщение как возможности вакцинирования то есть весьма возможно что будет больше вакцин чем возможности их абсорбировать и даже нужда и в некоторых случаях так что мы должны тоже рассматривать возможности создавать структуры и каналы этот излишек передать именно тем странам восточного партнерства которые больше всего в том нуждаются и мы тоже говорим и про это россия пытается с помощью дезинформации подорвать доверие к западным вакцинам от коронавируса таков вывод доклада распространенного вот в эту среду 28 апреля и европейской внешнеполитической службой те страны южного кавказа куда отправилась делегация там тоже по отзывам по ситуации наблюдается такая ситуация да и увы эти пропагандистские методы в нескольких случаях и довольно большом объеме удалось подорвать доверие вакцинам которые даже касается астрозенека про которого распространяется больше всего информации риск получить какие-то неблагоприятные и и тяжелые последствия после вакцинированные они меньше чем чем риски погибнуть летая самолетом и математически так что по моему это пропагандистская программа она только показывает ну увы преступный характер кремлевского режима именно вакцина спутник в местный ряд стран не подтверждают эту вакцину в том числе бразилия словакия чехия так как нет данных на надежность и на как сказать на доброкачественность экспериментов которые были проведены во время подтверждения этой вакцины и как бы обороняя репутацию своей вакцины пропагандисты кремля увы рискуют жизнями сотен а может и тысяч людей которые испуганы не будут вакцинироваться и могут как сказать умереть так что смерти этих людей это все будет на руки и головы пропагандистов кремля но вот европейский союз состояние ли в этой ситуации что-то противопоставить противопоставить вот этой вот компании да которые речь шла в по дискредитации в этом докладе и видимо это тоже касается и стран восточного партнерства вот действительно какие здесь ресурсы и возможности европейского союза ну демократические страны европейский союз никогда не должны бороться с пропагандой контр пропагандой самое лучшее противоядие вот этому довольно смертельный смертельному яду пропагандистов это процесс вакцинированные в странах европейского союза и чтобы он прошел порядочно чтобы как сказать можно больше людей вакцинировать и чтобы были видны результаты вот этих вакцин в цифрах заболевших и в цифрах уменьшения смертей от коронавируса так что это будет самым лучшим аргументом и возможность обновления развития экономики рост экономики возможности путешествия это будет самые мощные аргументы против против этой ядовитой пропаганды но с другой стороны мы знаем что в не во всех странах европейского союза этот процесс тоже идет так гладко есть определенные у каких-то групп населения тоже сомнения где нужно больше донести информации разъяснить и объяснить со стороны партнеров вот в грузии армении или азербайджане вы слышали какие-то вопросы касательно вот именно этой темы как решать более эффективно вот этот вот вопрос вакцинации и используя опыт европейского союза стран в том числе и негативный потому что он тоже есть же ну прежде всего это задача для национальных властей для национального правительства потому что они больше всего чувствуют и настроение и могут говорить тем языком которые которые могут воздействовать на решение населения и армения скажем вот например взялась на компанию где влиятельные люди те которые имеют репутацию в обществе они будут будут добровольно вакцинироваться чтобы дать пример тем людям которые сомневаются и по моему такие меры конечно дадут результат дадут повлияют на отношения общества и я надеюсь что кстати это мифы очень вредные мифы которые распространяют вражеская пропаганда они будут россияны в некоторой мере ну и конечно это тоже вызов и для нас чтобы показать как можно более плавный пример вакцинации и из-за того тоже чтобы касаться как можно быстрее этот излишек вакцину и могли бы направить нашим коллегами друзьям в странах восточного партнерства еще один вопрос вот именно ситуации внутри внутри европейского союза насколько я понимаю литва один из инициаторов вот именно этой работы в сфере выделения до вакцина и поиска этих вакцин партии странам восточного партнерства насколько партнеры литвы другие страны в ес вот прислушиваются и разделяют и понимают важность этого вопроса по моему тут очень ясно то что 13 подписавшие государства между которыми страны скандинавии страны восточной европы страны центральной европы они очень четко видят надобность этого этой помощи чтобы потому что европейский союз опять же не будет безопасности от дальнейшего прогресса коронавируса новых мутаций новых очагов болезни пока соседственные страны такие как западные балканы и страны восточного партнерства украина беларусь молдова страны южного кавказа не будут и не будут вакцинированы так что тут по моему очень четко видится и интерес и и опять же гуманитарные соображения которые которые этот процесс прощают но конечно прежде всего надо чтобы вакцинации достигла критического уровня то есть необходимого критической массы в самом европейском союзе не пользуясь случаем все-таки спрошу еще она нашим соседи хоть и тема сегодня разговора по большей части это страны южного кавказа но тоже видим как развивается ситуация в беларуси это тоже страна восточного партнерства но которая сейчас закрывается таким что ли занавесом да если не железным то таким через который иногда сложно достучаться скажем так до властей как здесь вот обстоят дела или какие планы касательно тех же самых вакцин работы может быть с властями беларуси на этом направлении да конечно мы как только найдутся вакцины по по программе covax и по программе европейского союза конечно мы будем предлагать обществу беларуси вакцинацию как это сделать при условиях когда власти беларуси не поддерживают контакты и как бы всячески именно разжигают вот этот нарратив враждебности западных стран это конечно очень трудная задача которую надо будет решать новыми инновативными способами и мы конечно разработаем разрабатываем сценарии с консультации с нашими соседями которые граничат с беларусью потому что это наш и общий интерес и ответственность но про детали этих сценариев я пока не могу рассказывать спасибо я напомню на связи с нами был вице-министр иностранных дел литвы мантас адамена с напомню что в эти дни проходит визит министр иностранных дел литвы габрилиуса ландбергеса и делегации мид в страны южного кавказа сегодня мы также говорили о ситуации с пандемией с карантином с вакцинацией в армении это наша передача еженедельная вакцина на карте которую вы можете смотреть каждую пятницу я прощаюсь с вами до следующей недели можете смотреть запись на нашем канале youtube а также на нашем канале в социальной сети facebook ну и конечно же на нашем сайте спасибо за внимание до встречи на следующей неделе